Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я Аверлорд, вы на канале Аверкемик, и сегодня мы продолжаем играть в замечательной игру по названию BMG Drive, и эта серия вообще должна была выйти как дополнительная, но получилось у меня так, что она уходит в итоге, ну обычной, Собственно в пятницу получается, то есть завтра стрим в субботник, как обычно, да, обязательно приходите, ну ладно, сегодня об этой серии, и эта серия, как я уже сказал, не должна была выйти, должна была выйти как дополнительная, потому что в этой серии я просто как бы играл сам до себя в BMG Drive, и вот тут придумал себе идею вот на истребителе сбивать самолет, ну собственно бомбардировщик наш Митчель, и вот таким вот образом решил его типа, например, запускать, А потом вылетать на истребителе и пытаться его с помощью пушек, ну как бы и с помощью ракет, собственно, истреблять Как вы видите, это вот у меня одна из первых попыток, в этой серии будет довольно-таки их много, по-моему штук 6 или 7, но вот собственно вот она первая получается наша попыточка, чтобы сбить самолет Вот, надеюсь, что вы поняли вообще, в принципе, что говорю, потому что ролик этот я, получается, уже озвучиваю, я должен был просто вообще по-другому все это дело сделать, должен был быть дополнительный ролик, но все-таки я решил его сделать как-то таким вот, получается, обычным, и вот, ну как обычно, да Короче, вот вы видите самолет, я пытаюсь истребить вот этот вот Митчель, но для того, чтобы его как бы запустить, мне нужно его, собственно, отправить в полет и его контролировать, потому что он бывает наклоняется сильно вправо, я его, как видите, наклоняю обычно влево И вот в этот раз немножко переборщил, в принципе, даже вообще не попал И в итоге он как бы приземлился в гору, и, ну, игра крашнула, потому что BMG-Draft не всегда может выдерживать его повреждения Собственно, вот уже пошла вторая попыточка, насколько я помню, должна была быть более удачной Вот, как видите, запускал Митчель, я его контролирую, чтобы он был немножко наклонен влево, потому что без этого никак, его слишком сильно тянет вправо Я должен это контролировать, если бы это было делать не надо, это было бы вообще просто идеально, если бы его можно было просто запустить, он бы просто прямо всегда летел И вот мне надо истребить, надо было бы его истреблять Ну, а так получается, что мне нужно его каждый раз поправлять, но ничего страшного, думаю, что для вас это не сильно напряжено, смотря на то, как я постоянно переключаюсь между самолетами и поправляю, вот, собственно, Митчель Эта попытка, насколько я помню, должна быть более удачной, но не настолько красивой Я, это, кстати, попытки, вот, расставил не в порядке, получается, ну, нарастание моего скилла Нет, я как раз-таки расставил в порядке нарастание моего скилла, просто попытки эти не по порядку были, как я их делал Я просто мою самую плохую попытку поставил в самое начало, а самую красивую попытку поставил в самый конец Для того, чтобы, собственно, вы, опять же, смотрели этот ролик до самого конца, чтобы вам было, опять же, интересно все это дело И побольше бы мне набивали, получается, время просмотра Вот такой вот авер Так, ну что, собственно, получается, мы летим Я его постоянно поправляю, уже пытаюсь, как видите, стрелять Надеюсь, что вам, в принципе, слышно звук самолёта Но мне пока что его на записи вообще не слышно Когда я записываю, собственно, голос с помощью фельморы Ну а вот, надеюсь, вы слышите весь этот звук, получается, наведение Ракет этот пищащий, прям, который меня, если честно, немножко раздражает Но ладно И надеюсь, вас это не сильно напрягает Так, видите, он начал крениться вправо Я уже перестал вообще почему-то накренять Ага, вот, всё, переключился Верну его в нормальное положение Только раз, что его потерял, теперь из виду И теперь надо снова наводиться на него И ещё подстрелял чуть, но, как видите, немножко мимо Прицел никак не может на него направиться Вот сейчас только что направился, но, походу, я в это время не успел выстрелить Или же просто не попал Так, ну что ж, дальше летим, получается По-моему, в этой попытке, кстати Хотя, ладно, не буду вам спойлерить Смотрите просто Так, ну, собственно, я стреляю Извиняюсь, если такие немножко туповатые комментарии буду, походу, ролика давать Потому что нужно как-то всё это дело заполнять А заполнять здесь особо, получается, под конец уже нечем Потому что я уже, собственно, всё разъяснил, можно так сказать И вот теперь Надо просто смотреть, ну, как я всё это дело уничтожу Так, собственно, видите, как я стреляю, стреляю, стреляю Но пули уже закончились И я решаю выпустить ракету И игра, увы, крашнулась Потому что непонятно почему Митчель не может никаким образом выдержать удары этих ракет Собственно, третья попытка Вообще, в принципе, зачем я всё это дело записываю? Я просто придумал себе идею Вот такую вот для себя Потому что я чисто для себя в тот момент играл Решил вот это вот всё дело поделать Собственно, мне это было почему-то интересно И вот я начал летать, там, истреблять Потом такой подумал Хм, а почему бы мне это не записать И сделать дополнительный ролик? Типа, из каких-то нескольких попыточек Под какую-то прикольную музыку Вот я буду вот это вот всё дело делать Но в итоге получилось так, что Я решил сделать его, получается, полноценным роликом Со звуком Потому что я не планировал, в принципе, его озвучивать Но вот сейчас, как видите, озвучиваю И вот комментирую всё, что здесь, получается, происходит Собственно, пошла третья попытка Я уже лечу за Митчелем Я за ним вылетел Не помню, но, если честно, что будет в этой попытке Если в первую и вторую я ещё более-менее как-то помнил То вот эти вот прям вообще на нет сошли Так, ну что ж, в принципе, вот я его опять же проконтролировал Чтобы он не кренился И, кстати, вообще, что мне нужно сделать для того, чтобы он летел вверх Мне нужно с помощью кнопочек Home и End Настроить, получается, зафиксированный наклон контролёра высоты заднего на хвосте Честно, не помню, как он называется Но вот, короче, вот так вот Надо всё дело проконтролировать и сделать Так, по-моему, кстати, вот уже подходит этот фрайминг к концу И сейчас, возможно, я в него попаду наконец-таки Так, 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 так Так, видите, вон там вдалеке вот эта вот чёрненькая точка такая Вот это вот он, получается Так, 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 так Никак не могу в него попасть Ииии, ииии, я, по-моему, я понял, что это за попытка уже Но, тем не менее, давайте смотреть Это, наверное, сейчас смешная на самом-то деле она будет Так, ииии, хопа, всё Ха-ха-ха-ха Не, ну это, конечно, было красиво на самом-то деле, да Получается, я отцепил от него хвост И теперь сам не могу никак его отцепить, получается Так, ну давай же, ну отцепись-то, а Я помню, как я это самое Прям думал туда Отцепись-то, а Ну и в итоге произошёл, увы, краши игры Так, ну что ж Опять же, про вот эти вот Вот эти вот элероны задние Которые контролируют высоту Только что вы видели, могли, могли видеть Слева сверху, там вот был его контролёр Я его всегда ставил, вот, ещё раз появился Я его всегда ставлю на 30%, и тогда он, получается, идеально вверх летит Прямо довольно-таки хорошо набирает высоту Но не сильно теряет скорость Видите, он даже набирает её, можно даже так сказать Вот такие вот у нас, получается, экспериментики в этой серии Не знаю даже, какую премиюшку для него выберу Хотя ладно, это уже мои организационные моменты Не знаю, зачем я про это говорю Ну ладно Так, кстати, кстати, кстати Про этот меч, точнее не меч, а про самолёт Этот истребитель, который вы сейчас видите перед своими экранами Это уже, получается, серию я записывал где-то, ну, дня три назад До того, как я озвучиваю её, получается, где-то в четверг Там, точнее, не в четверг, а где-то во вторник Там, в среду я это записывал, получается И с того момента вышло обновление на этот истребитель Теперь он стал намного лучше Ну как намного лучше? Он, конечно, теперь управляется не так резко, не так приятно Но теперь он, получается, стал более реалистичным Потому что у него взлётная скорость теперь не 160, а 180 км в час Ну, ладно, сегодня, наверное, не об этом Я вот так вкратце давайте расскажу Там, кстати, добавилась ещё новая вариация этого самолёта Которую мы, скорее всего, будем проверять в следующей серии И для неё у меня тоже есть идея Такая, кстати, тоже военная Тоже про сбивание Но, тем не менее, тоже интересно И, короче, интересно будет смотреть Так что, в принципе, ждите тоже следующую серию Про обновлённый самолёт Ми-204 И там ещё есть Ки-208 Или что-то такое Короче, много у него названий И вот так вот, короче, получается Так, в принципе, вот мы уже подходим к завершению этой попытки И попаду ли я в этой попытке Я, честно, не помню Так, 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 так О, видите, крыло расстрелял Крыло с Биону Это было прикольно Свой красивый тонкий, смотри Теперь он, получается, без крыла Без левого Элерона Без левого, получается, ну Не знаю, как это даже назвать Короче, без левого крыла Он, в принципе, не может держаться Никим образом И в итоге, получается, опускается Потихонечку вниз И на этом заканчивается Это, получается, вроде как четвёртая попытка Мы переходим уже к пятой попытке Потихонечку Так Так Всё Всё, в принципе Вылетаем Получается В этот раз я даже решил записывать То, как я запускаю двигатели На этом Истребителе Так, 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 так Взлетаем Потихонечку Взлетаем Вот этот Митчель Тоже контролируем Его наклон Так И теперь Вот 160 Видите, как он идеально взлетает На 160 Теперь он так легко Не взлетает Теперь он даже на 180 И кое-как Так, знаете, поднимается И так, чтобы так взлететь Ему надо теперь 200 км Сейчас набрать На посадочном классе О, короче Подавление, конечно, прикольное Он стал реально реалистичный Не так сильно резко направляется Не так прям вообще Прям хорошо он стал Да Ну, реалистичный Прям добротно Ставляю Реалистичным Это, на самом деле, меня Радует Так Летим Летим, получается Уже Скоро будем, наверное, его истреблять И вот, видите Я всё-таки расставил Это, вот, получается По нарастанию моего Какого-то скилла Для того, чтобы это всё Дело красиво От самой такой неудачной Попытки до самой удачной И, получается, уже, видите Попытки пошли Где я, в принципе В него даже попадаю В принципе, да Это уже красиво Так, видите Я уже даже снизил Получается скорость Значит, я его где-то увидел Если честно То я его долго даже, в принципе Искал в воздушном пространстве Потому что я его даже не всегда Даже сейчас я его еле-еле Кое-как вижу Видите Там вот Чёрная точка Над моим прицелом Это вот этот вот есть Митчел Я каким-то образом Тогда, когда играл Успевал разглядеть Так, видите Я уже даже хорошо прицел Держу прямо на самолёте Это всё ли прикольно Я даже не думал Что он настолько скилловым стал Так, я, видите Я сдалека увидел Что он накренился Его надо было бы выровнять Так, собственно Летим почти 30 км в час Пытаемся направить Этот прицел Так, так, так О, всё Зацепил Представляете, кажется Какой дальней дистанции Я в него попал Получается Я, по-моему Ему хвост сбил Вот так вот О, ещё ракету запустил Не знаю зачем Потому что, типа, ну Я хотел добиться В принципе взрыва Вот этого прямо вот Знаете Это же бомбардировщик Наёмом должны быть бомбы И я очень надеялся Наконец-таки попасть В те бомбы И в этот попытка У меня, получается Не вывенчалась успехом Так как я попал в хвост И самолёт, получается Просто упал Именно поэтому Я решил у него запустить ракету Но, как видите Ракеты этот Митчелли Не выдерживает По крайней мере Раньше не выдерживал Если честно С того момента С момента Плавления Ми Этого самолёта Истребителя Я его Это ещё не проверял Но думаю Что сегодня Это сам для себя сделал Посмотрю Будет ли крашиться игра Теперь от этих ракет Обновили обновление Истребителя Такс Собственно Это уже попытка Какая шестая Получается Их тут не так усиленно И много Прошло уже 11 минут Ролика из 17 Получается Ещё попытки 3-4 Наверное Будет Я даже не думал Что мне отбешено Что я так много попыток Сделал На самом-то деле Прям реально много Надеюсь Вам в принципе Интересно смотреть И вы за меня болеете Чтобы я наконец-таки Уничтожил этот самолёт Так Ну что ж Можете пока написать В комментарии Будет ли же в шестой Попытке взрыв Или нет Хотя ладно Не думаю Что вы это будете писать Но в принципе Можете сами Для себя так проголосовать Будет ли взрыв В этой попытке Или нет Так смотрите Этот фронтмент Кстати подходит По темночку к концу Интересно Что я сделал В этой попытке Прям самому интересно Так Видите Вон там вот Чёрная точка Прям вот эта Неужели это моя Самая такая Удачная попытка Из тех Которых типа С дальней дистанции попадания Потому что смотрите Так Видите там Вот он Чёрный Какая совсем маленькая И вообще не видно Да прикиньте Я попал С такой Расстояние Я даже забыл Про эту попытку На самом то деле Прикиньте С какого расстояния Вы этот самолёт Мне кажется Даже ещё не успели увидеть Потому что Ну на ютубе Он будет прям Совсем незаметным Как мне кажется И вот Получается Я в него С такого прям Расстояния попал И увы Игра окрашилась Конечно же Под конец Прям Но тем не менее Вы прикиньте С такого-то расстояния Я попал Я сам себя Сам себя в афиге Да Вот так вот бывает Так Ну что ж Получается Уже седьмая попытка Это на самом деле Было довольно-таки Красиво Потому что Я прям Хорошенько В него попал Увидели Прям Как там Крыло Раслетелось Или как там Вообще Я не помню Там что ещё Раслетелось Короче прям Хорошее было попадание И вот прям Вообще Отлично Получилось Так Ну что ж Вравниваем Назад Митчель И Собственно Летим на истребителе Дальше Его истреблять Так Вот он Переклинился Кстати в этот раз На левую сторону Но я почему-то подумал Что это не сильно критично Не знаю почему так Так Ну что ж Давай Авер Переключись пожалуйста На самолёт Он сейчас упадёт Нафиг Так Давай-давай Выпрямляй Всё Я вот Наконец-таки Я понял Что слишком сильно влево Это тоже плохо Так Ну что ж В принципе летим В принципе летим 340 350 Даже ещё не снизил скорость Получается Я его даже в этот момент Ещё не заметил Но Сейчас я его уже вижу И предполагаю Что тот я Который записывал Эти фрагменты Тоже его уже видит Так Ну что собственно Летим Я его уже вижу И сам Скорее всего Видит меня Это получается Я Так всё Я в него попал От него что-то отлетело Так И да Всё Я с него Прямо с далёкого расстания Вот раз попал Не знаю почему На это место поставил Эту попытку Она была не настолько красивой Хотя в принципе Конечно самолёт Полетел красиво Я от него отбил Получается Кусок крыла Скорее всего Элерон И получается Он прям вот Совсем уж Расклеился Даже не знаю Что ещё можно было На это сказать Так Ну что ж В принципе Дальше летим Следующая попытка Получится уже Восьмая И мы поднимаемся Собственно Стребители Воздух Так Получается Этот самолёт У нас летит Примерно на трассе Которая находится Слева Именно поэтому Я сейчас Дал Немножко влево Так Летим Получается И Я его уже вижу Скорее всего Я тут Который Стреляет На самолёте В тот момент Получается Где-то Седьмого Наверное Или восьмого Марта Видит Это всё Дело И Сейчас будет Стрелять Так Оооо Вот это было Красиво Посмотрите Какого дальнего Расстояния Прям в бомбочке Наконец Я добился Этого результата Посмотрите Это было Красиво Это тут Прям Хорошо Было Ну прям Смотри Какой он там Разлетается Взрывается Огонь Короче Вообще Красиво 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 Эх Попытка была Прям хорошая Прям хорошая Так Ну собственно Скорее всего Последняя попытка Уже на сегодня Самая Самая Красивая И ну известно Вы уже Думаю Знаете Что раз Я расставил Все эти попытки По порядку Того Как я в него Попадаю По порядку Красоты Вы предполагаете Что это будет Самая красивая Попытка По крайней мере По моему мнению Это самая Красивая попытка Которую я Сделал за тот день Когда записывал Этот ролик Так Собственно Мы летим Собственно Этот фрагмент Будет довольно таки Коротеньким Потому что Не знаю почему Но он Вначале Получился Немножко обрезанным Когда я только Лишь взлетал Точнее Когда уже взлетел Этот фрагмент Начался Так что Вот собственно Вот так вот Собственно Раз вы видели В предыдущей попытке Взрыв Думаю Вы можете предположить Что в этой попытке Будет тоже взрыв Но почему-то Красивее И давайте же Узнаем Наконец-таки Почему Он именно Красивее И в принципе Насколько он красивее И в принципе Можете Пишите в комментариях Насколько правильно Я расставил фрагменты По красоте И И есть Во Вот это было Прямо Хорошее Попадание Посмотрите Он прям вот Попал прям по этим бомбочкам И он Прямо не разлетелся Подорвался В огне И потом в итоге Во время Падения Получается Разрывался Именно поэтому Наверное Я все-таки Решил Что это Самая красивая Попыточка Собственно На этом мы с вами Будем потихонечку Заканчивать Всем большое спасибо За просмотр Не забывайте Ставить лайки Подписываться Канал Это очень важно Можно Общательно поддерживать Короче Мотивирую Спасибо большое Всем кто это делает Ну а всем вам Я желаю удачи И всем Пока Пока